Дорожные движения С 1 по 4 ноября будут усилены наряды ДПС на улицах города. Будем проводить операцию «Нетрезвый водитель», выходить на дорогу больше транспорта, осуществлять проверки транспорта. Сотрудники регистрационно-экзаменационного подразделения будут работать 1-го числа, 3-го числа, выдавать водительское удостоверение, регистрировать автотранспорт. Основной упор будет сделан на 4-е число, на празднование Дня города. Будем закрывать Советский проспект. Для празднования здесь будут задействованы значительные силы ДПС. Основной упор будет сделан на дорожно-транспортную обстановку на улицах города. Большое внимание уделим федеральным автодорогам, потому что понятно, что дачный сезон вроде закончился, но будет массовый выезд за пределы города. Затем будет возвращение в город, поэтому будем осуществлять скоростной режим, проверять водителей на предмет выявления состояния алкогольного обвинения. В дни празднования хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, водителям, пешеходам, велосипедистам, мотоциклистам. Надо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, соблюдать правила перехода проезжей части, приходить проезжую часть в разрешающих местах, убедиться, что транспортные средства остановились, особенно пешеходам, где бы они не переходили по регулированному пешеходному переходу, по нерегулированному, убедиться, что транспортное средство остановилось. Но водителям в зоне пешеходных переходов быть предельно внимательными и всегда снижать скорость, вне зависимости, есть пешеход, нет пешехода. Снизили скорость, убедились в отсутствии пешеходов, которые приступили к переходу проезжей части, либо подходят к пешеходному переходу и продолжили движение. Ну и, конечно же, особо беспокоит скоростной режим, ожидается понижение температуры, может быть образоваться ледяная корка на правительстве части, днем плюс, ночью минус, поэтому, конечно же, резина должна уже быть зимняя, либо всесезонная зимняя. И осуществлять скоростной режим, чтобы быть внимательным и среагировать на нештатную ситуацию, занос автомобиля, занос другого автомобиля, который может выехать на полосу встречного движения, быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. Вопросы в нашей программе можете задавать по телефону 578-555, смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все, увидимся во вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова